Девушки отдыхают Подлинно неизвестно, был ли в реальности эпизод, с которым связывают его участие. Но сегодня мы не будем усолить эту историю, в которой явно просматривается провокационное намерение, а постараемся понять, что становится причиной проявления подобных явлений. История государственности нашей молодой республики уже насчитывает более четверти века, и поэтому мы можем сделать некоторые наблюдения. В частности, относительно использования грязных технологий в борьбе за власть. Уже на второй день после вступления в должность наших президентов начинались попытки их дискредитации, и попытки эти были тем значительнее, чем больше было успехов у главы государства. Вот и сейчас, стоило Анатолию Бибилову заявить о превышении собственными доходами планки в 1 миллиард рублей, как тут же была запущена дезинформация о налоге на домашний скот и принудительную установку счетчиков воды. Только власти рассказали о том, что впервые в истории молодой республики можно будет построить 40 домов на собственные средства, как последовали обвинения в сексуальном скандале с участием сторонника президента. Каждое доброе дело тут же нивелируется с плетней. Теперь будем ждать, какая же черная пиар-акция будет запущена после знакового визита Бибилова в Сирию. Поэтому, чем значительнее достижения в социальной сфере и экономике, тем активнее будет проводиться линия на дискредитацию действующей администрации. Собственно говоря, эта тактика не нова и не является исключительно юго-осетинской реальностью. Дискредитация власти у нас не абстрактна, а прежде всего персонифицирована. Ее объект – это прежде всего сам президент, а также круг его родственников, политических соратников или просто действующих чиновников администрации. Организация скандала требует большого умения и терпения. Как пример, ситуация с депутатом от партии власти. Сперва героем сексуального скандала назначили другого депутата, после еще одного. Однако эти персонажи не вызвали необходимого интереса у общественности. Тогда была выбрана фигура большей значимости авторитета. И информационная бомба взорвалась именно в этом случае. Катализатором стала публикация на ряде интернет-ресурсов, что вывело сплетни из кухонь на широкое информационное пространство. При этом демонизация человека шла по нарастающей. Сперва было сообщено, что объектом его любовных притязаний была 17-летняя особа, что не вызвало особого осуждения. Это было учтено черными пиарщиками, и сразу же появилась информация о девушке-подростке 14 лет, что перевело ситуацию на другой уровень осуждения. Как тут не вспомнить гитлеровского пропагандиста Йозефа Геббельса, который утверждал, что чем чудовищнее ложь, тем легче люди в нее верят. Катализатор, который утверждает, что в этой стране нет ни разницы, ни разницы нет ни разницы, ни разницы нет ни разницы. Понятно, что отбить подобный грязный прием практически невозможно. Если сделать ответные шаги, то историю можно раздуть до немыслимого масштаба, чем еще сильнее чернеть жертву. Если же не обращать внимания, то общественность воспримет это как признание факта вины, поскольку объекту нечего противопоставить в ответ. В этой ситуации нас особенно огорчает нездоровый ажиотаж в нашем обществе, когда вместо возмущения некоторые наши граждане восприняли эту ситуацию со злорадством. А ведь торжество сплетней и наветов – это наша общая беда. Дискредитация политического оппонента в республике основывается обычно на трех принципах – обвинениях в коррупции, в прогрузинской или, наоборот, антироссийской политике и фактах личной жизни. В отношении, например, Анатолия Бебелова эти приемы не работают. Фактов растраты средств бюджета не имеется. Назвать действующего президента прогрузинским политиком язык не поворачивается, а его пророссийская ориентация более чем убедительна. Остается личная жизнь, хотя и здесь черным пиарщикам особенно разжиться нечем. Чего только не вменялось в вину президенту на всем протяжении его политической карьеры. Но все это можно назвать одним словом. Брехня. Понятно, что в отношении самого Бебелов особого компромата уже не соберешь. Все, что можно было придумать, его противники использовали во время выборов президента 1917 года. Но вот его окружение – невспаханное поле для черных пиарщиков. Уже сегодня нам пытаются навязать мнение об агентах грузинского влияния, о людях, подрывающих авторитет России в Южной Осетии, чиновниках с невысоким моральным уровнем и все из числа сторонников президента. Полагаем, что в скором времени механизм дискредитации начнет работать против потенциальных участников в кампании по выборам в депутаты парламента и, прежде всего, в отношении представителей правящей партии. Персонали будут определяться в соответствии с потенциальным партийным списком. Тот, кто будет первым номером в этом списке, тот и будет первой жертвой черного пиара. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь люди, которые распускают сплетни, живут рядом с нами, общаются с нами, возможно, даже при встрече улыбаются. Надеемся, что компетентные органы смогут выявить организаторов провокаций и можно будет сказать клеветникам то, что мы думаем о них прямо им в лицо. Мы должны понимать, что при попустительстве общественности каждый из нас может стать жертвой гнусного навета или сплетни, и это не может не огорчать, так как это свидетельствует о серьезном падении нравственности нашего общества.